всем привет сегодня я начинаю сшить новые новогодние идеи свои воплощать приглашаю вас со мной подписывайтесь на канал ставьте лайки заходите почаще будут новинки будут всякие интересные переделанные старые идеи чужие возможно идеи куда от этого деваться вдохновляемся мы все в одном месте в большом в ютубе в инстаграме поэтому ну зачем лукавить смотрим других мастеров шикарных мастеров спасибо им большое что делятся идеями я рада делиться идеями пожалуйста воплощайте берите мои идеи воплощайте свои идеи в моих идеях я только за делитесь фотографиями делитесь в группе своими девочки попросили меня вайбер сделать группу вайбере но я думаю это будет ватсап я куплю номер наш местный он также подсоединяется как и все остальные номера и ватсап и вайбер все все сделаю все подсоединю гаджеты для этого у меня есть поэтому милости прошу всех жду а теперь давайте быстро быстро начинать готовиться к новому году как всегда у меня вечерняя съемка ну кому нужна идея тут на это не обратить внимание поэтому не буду далее об этом рассуждать выложила я три полосы ну насколько она собиралась кусочков совсем говорится кусочки я не выбрасывала думаю вдруг пригодятся вот сейчас мне вдруг так захотелось именно из полосочек посидите позаниматься сшиванием вот я вот так сложила она собиралась на три полоски это будет видите что новогодние такие подставки под горячее может линчмат размером может как подставка под горячее вот такая тесьма у меня еще есть такая тесьма так и кружева я сейчас покажу вот еще вот такие кружева у меня я все это думаю использовать и еще вот такой белый даже не знаю как джинсовая ткань такая такая белая как сказать этот цвет суровая скорее ну вот мои запасы которые я сейчас буду утилизировать это все что подлежит утилизации единственное новогодние кусочки то я еще прошлом году брала ну так как-то хомяк мой не дал их использовать сейчас буду фантазировать сейчас буду фантазировать я сначала на строчу полосочки хочу более подробно показать как я как я буду делать вроде бы как и новогодние и с другой стороны такие летние веселенькие потому как пока новый год придет уже будет хотеться лето все как всегда зимой и лето осенью и весны все пошла сшивать мои девочки я пока буду показывать как я делаю я вам расскажу какой у меня сегодня денек выпал сегодня у меня день рождения так я представляете самого утра самого утра мне позвонили мои клиентки и спрашивают дома я или нет я говорю дома но сегодня же воскресенье я не могу принять и в одиннадцать ухожу а что а мы до одиннадцати успеем ну думаю точно вспомнили что у меня день рождения сейчас придут поздравлять и у меня девочки с раннего утра я принимала поздравления но я постаралась по чуть-чуть там засняли где-то фотографии где-то как я еду где-то как мы там идем ну в общем похвастаюсь потом так вот приняла поздравления с утра потом за мной приехали ребята забрали меня мы поехали в ресторан посидели покушали поздравились пообщались опять приняла подарки опять приняла поздравления мы поехали развезли всех гостей отвезли меня к моим девчонкам на донецк сити потом там мы посидели так хорошо пообщались сто лет не виделись я что в киев ездила то с киева приехала еще одна моя девочка с которой я дружу клиентка теперь уже дружим еще приехала тоже меня поздравила потом я там посидела посидела но думаю все пора же ехать домой приехала домой приехала домой уже поздно а у меня еще одна подружка но я хочу с ней посидеть тет на тет и я хочу я же пенсионерка теперь будущее практически практически завтра уже пенсионерка и мне нужно отнести документы я хочу отнести документы посидеть с ней отметить уже полностью день рождения и документы и пенсионку и все на свете поэтому это я хочу с ней завтра вечером я думаю ну что я сижу мне же нужно сходить еще к сыну в семью потому что поздравить они меня поздравили тоже с утра мимоходом надо же пойти с ними посидеть чаю попить потому что они знали что я буду ходить ну мы так быстро поздравились ну что собрались мы я собралась идти собака моя тут сидит ну как это я целый день где-то хожу пришла уже поздно и ночью и опять куда-то собралась уходить я говорю ты со мной идешь она быстренько правда она у меня все хорошо знает и быстренько быстренько мы собрали с ней манели побежали попить чайку посидели попили чайку и потихоньку пришли домой и вот это я сижу думаю надо же мне тут немножко еще пошить и надо что-то мне вам рассказать ну вот вот такое у меня сегодня была насыщенная день рождения поздравлений куча звонков куча ну и в общем-то куча подарков и такие цветы у меня все красивые прям юбилей то серьезные поэтому такие букетики красивые такие поздравления ну все давайте дальше делать нашу пошивушку посмотрим что у нас будет получаться дальше мои заготовочки не стала я их нашивать на бумагу не хочу я морочить голову это сама ткань такая сжатая и вот некоторые складки на ней я не смогла расправить я конечно за всех сил старалась ее разутюжить но видите она вот такая есть но я решила что вот очень мне не хватает именно вот какого-то легкого блеска я не хотела именно какую-то парчу с лурексом но у меня зелени такой еще достаточно видите как она с красным гармонирует и в общем то завтра я продолжу сейчас пока вот так я еще сама не придумала полного плана как это будет выглядеть но мне очень нравится и как раз утилизация всех моих остаточков которые я не выбрасывала я все-таки выбрасываю очень много ну вот специально собирала полосочки 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 все вот эти вот у меня симпатичная пока не пошла а не пошла потому что стапель а я подбирала что хорошо совпадала ткань поставила на основу все завтра продолжу спокойной ночи на сегодня всем привет привет еще раз прошла ночь недаром говорят утро вечера мудренее у меня слегка в голове сложилась картинка что я буду делать сейчас я это безжалостно раз кромсаю сбылась моя мечта я все время смотрела особенно в иностранных каналах там где петчворк как они так раз раз безжалостно все режут безжалостно все кромсают я поняла что наверное это доставляет удовольствие вот сейчас я чувствую что я получу огромное удовольствие потому как сложилась в голове картинка более-менее я теперь понимаю что во первых мне нужно один просто подровнять и разрезали в длину кусочек они слегка идентичные слегка не идентичные а эти два ну то есть один я режу просто вдоль и ровняю а два остальных я разрежу пополам и разрежу каждый вот так потом буду думать дальше что же я буду с ними делать какие я сюда буду полосочки и картиночки пришивать на то что это будет зима это однозначно то что здесь будет идти вот такая с елочками полосочка это однозначно тесемочки ну все что я показывала где тут мои всякие красивенные тесемочки красивущие красивенные и будем делать все лучшее сразу сюда но это же новый год праздник поэтому позволим себе и никто нас за это не поставит в угол и если кто-то скажет что это безвкусица знаете может быть может быть кому-то безвкусица кому-то совершенно вкусица все поехали пока буду показывать как я режу я вас повеселю немножко пошла к сыну думаю пойду сын тут рядом живет семью недалеко ну в общем знаете как 32 года мальчику мальчик уже большой но сын есть сын стратил думаю пойду выругаю ну что значит выругаю знаете когда 32 года выругаю это уже немножко не о том ну как бы пойти сказать свое недовольство ну пришла он спит но он спит мы с невесткой сели там кофе пьем занимаемся я с собакой пришла собака туда-сюда бегает ну я сижу не церемонист разговариваем громко на кухне вот значит потом значит зашла я за собакой так что ты проснулся давай мне нужно с тобой поговорить ну начну что ты тут орешь не ори мне тут дай мне поспать я гарри ну конечно я значит до утра не спала по твоему поводу а теперь я буду беспокоиться о том что ты тут не спишь меня это не волнует ну я стою возмущаюсь и ему свое мнение высказываю по поводу его поведения что вы думаете он невестки говорит открой пожалуйста балкон она ты шо холодно над открой балкон я тебе сказал да и метлу пусть летит говорит ну ты представляешь что так вот на мать она говорит чё а ты шо ни разу не видела как тебе твой зять метлу показывал а у меня-то зять киприот понимаете мы с ним только с ним только летит На пальцах разговариваем Ну дает он метлу, у них такая метла настоящая Для ведьмы, честно говоря С лимой палкой, с метелкой Вот когда уже Она мне сегодня сказала Я только тогда поняла, что думаю Что мне все время метлу дает Я там уже заметала, иди сам заметай А он смеется и мне метлу, значит Как что, так и метлу в руки И что вы думаете, зять, это у меня тоже Имя такое же, как у моего сына Только, ну как бы, знаете, у иностранцев У иностранцев там Допустим, у нас Марина Там Мэри, ну к примеру, да, или Мария Мэри Или там Катерина Кэт Ну точно так же Точно так же и имена Но имя одно и то же на самом деле Я говорю, ну они что, все такие С этими именами, ты посмотри Говорю, как маме, так метлу обязательно Так что вот так вот, ребята Сходила я в гости, а узнала, что взять Мне тоже метлу давал Так, я сравняла Теперь я определюсь Какой же я все-таки выбираю оставлять целым А какие два я режу Так, вот эти два я режу Скорее всего А почему? Потому как На разрез у меня придется В каждом вот эта широкая полосочка Жаль, конечно Жаль терять То, что уже пришивалось Все, значит Значит режу вот эти две Эту мне нужно разрезать только пополам Сейчас я это сделаю Ой, ребята Покуда буду показывать Следующий этап Что я тут делаю Что у нас было Какое приключение у моей дочери было Переживали Международный коллапс Представляете Они с мужем Поехали по делам Ну, на машине едут Дочка на Кипре живет В ту дорогу Я знаю, куда они ехали И вот они едут И прямо так Ну, как на обочине Ну, еще на дороге Ближе так к обочине Лежит Огромная овчарка Ну, дочка не могла проехать Чтобы не остановиться И Маленькая собачка С ней оказалась Йорк Ну, это потом оказалось Ну, она вышла Ну, может там Лежит на дороге собака Еще и малышка рядом Ну, ближе побоялась подходить Потому что большая собака Начала рычать Ну, вроде как Глянула Не травмированная Не раненая Ну, может просто лежала На асфальте грелась Потому что уже Ну, время года Конечно, Кипр Не Россия Не Украина Там Ну, тем не менее Уже более прохладно На асфальте Видимо Солнышко погрело И они, значит Разлеглись, лежат Ну, маленькая Поднялась Она мне даже видео Выслала, показала Ну, и говорит Мам Я, говорит Засняла Я, говорит Сейчас приедем Мы на место Я отправлю на фейсбук Потому что Маленькая собачка С ошейником Ну, и Ну, как бы Ну, маленькая такая Кудластенька А большая такая Ну, овчарка Она такая Ну, видно, что Домашние собаки Там Ну, там так особо Собаки не ходят Поэтому Явно домашние Тем более Большие Вот на кипрской стороне Они не ходят Там Просто так Ну, и представляете Она выставила Фейсбук Потом Пока они Приехали Ну, выставили Рассказали Где Все Потому что Явно ищут Ну Ну, когда уже Приехали домой Уже поздно Вечером Представляете А люди Там тоже Ей занимаются Которые Благотворительности Там Животных Пристраивают И представляете Оказалось Что этих собачек Ищут Они беглянки Эти собачки И потом уже Быстро нашлась Хозяйка Ну, ей сразу Сообщили Люди Которые Занимаются Знали Что их уже Ищут Там тоже Где-то Висели Фотографии В другом месте Люди Сопоставили Представляете Сообщили Хозяйке Хозяйка Быстро Поехала Нашла Этих Собак Практически Там же Нашла Этих Собак Оказалось Почему Собака Лежала Она действительно Была Не сбитая Ну У этой Большой Собаки Она уже Не молодая И у нее Эпилептические Припадки Бывают И видимо Может быть У нее Припадок Как раз Был Но она Уже Лежала Но они Потом Собаки После таких Приступов Они приходят В себя И представляете Она такая Рада Потом написала Моей дочери Благодарной Что благодаря Вам Мы их уже Ищем Какое-то Время Благодаря Тому Что вы Точно Указали Место Они Не ушли Далеко Они Находились Там Рядом И мы Их Нашли И дочка Мне Сообщила И у нас Вот такой Представляете Получился Международный Поиск И международная Радость Про собачек Ну Мы иногда По возможности Там Не скажу Что мы Ну Насколько Возможно Мы Стараемся Какую-то Посильную Помощь Оказать В общем Оказалось Очень даже Здорово Вся эта Ситуация Ну Вот так Вот Все Давайте Делать Следующий Этап Моей Новогодней Пошевушки Ну Не стала Я снимать Как я Это делала Но это Уж Совсем Конечно Не сложно Поэтому Показываю Просто Широкую Полосу Для Апликации Приготовила Это Для Самого Ланчмата И Для Собственно Подставочек Вот Четыре Вот таких Кусочка Я их поставила На Еще На Одну Основу Белую Потом Это Там Еще Будет Ставиться Основа Они Будут Более Плотные Ну Вот Мне Для Того Чтобы Сделать Апликацию Апликацию Или Какую-то Нашивочку Приготовила Эти Кусочки И Вот Я Уже Организовала Свое Рабочее Место Возле Машинки Чтобы Все Это Потихоньку Собирать Ну Вот Следующий Этап Теперь Мне Нужно Сделать Апликацию Апликацию Я Покажу В Эфире Может Быть Ускорено Но Будем Делать Вместе Ну И Потом Уже Завершающий Этап Сборка Уже